Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Голосование за сжигание монет Терра Луны появилось несколько дней назад. Это петиция для уменьшения предложения Терра Луны Классик. Что это значит? А то, что если она будет принята, каждая транзакция в сети Терра будет сжигать 1,2% от монет, которые участвовали в этой транзакции. Этот механизм будет работать до тех пор, пока общее предложение Терра Луны не достигнет 10 миллиардов токенов. Напомню, сейчас это более 6,5 триллионов токенов. Как только предложение достигнет 10 миллиардов, механизм сжигания будет отменен, а общий объем предложения больше никогда не сможет ни расти, ни уменьшаться. Сжигание в размере 1,2% коснется абсолютно всех транзакций, как внутри команды Терра, так и на биржах, так и между людьми. Если этот механизм будет принят, это поможет вернуть инвесторов, разработчиков и валидаторов сеть Терра Луны. Но что это значит для монеты Терра Луны Классики и ее холдеров? Давай разберемся. На момент записи этого видео люди уже отправили более 100 миллионов токенов Луны за разные варианты в этом опросе. Из них 72,5% за инициативу. Вета наложила всего лишь 0,6% из проголосовавших. 26,9% воздержались от ответа, а вот против выступило так мало людей, что не переступили даже через 0,1%. Но все-таки кто-то отправил 512 токенов в целом за этот вариант опроса. И сейчас мы подбираемся к той отметке, когда команда Терра Луны должна обратить внимание на это предложение. Это как петиции к правительствам. Если они набирают определенное количество подписей, правительство обращает внимание на это и принимает решение, что делать с этой петицией. Здесь то же самое. Когда этот механизм будет внедрен, даже просто покупка Терра Луны приведет к тому, что 1,2% от покупки просто-напросто сгорит. Это дефляционный механизм, который приведет, во-первых, к уменьшению предложения, а во-вторых, к росту цены за счет уменьшения предложения и сохранения спроса. Давай немного математики, которую я нашел на просторах интернета. Когда у Терра Луны Классик будет этот механизм, сжигающий 1,2% при абсолютно каждой транзакции в сети, а при этом торговый объем будет составлять 100 миллионов долларов в день при текущей цене, то за год будет уничтожено 5,2 триллиона токенов Терра Луны Классик. И это если торговый объем будет всего лишь 100 миллионов долларов в день. Если же он будет, например, 500 миллионов долларов, то это приведет к тому, что за месяц будет уничтожено 2,1 триллиона токенов Терра Луны Классик. Кстати, на данный момент торговый объем составляет 350 миллионов долларов в сутки. Это очень действенный механизм, который может жестко и быстро изменить всю ситуацию вокруг Terra Luna Classic. Но следующая таблица тебя наверняка заинтересует больше, чем предыдущая, ведь она говорит нам уже о потенциальном курсе Terra Luna Classic. Мы знаем, что цена токена формируется размером рыночной капитализации и его предложения. Если мы катастрофически уменьшаем предложение токена, сохраняя при этом рыночную капитализацию, один токен будет стоить дороже. Если этот механизм будет внедрен и драматически уменьшит предложение Луны до 65 миллиардов токенов, например, то при текущей рыночной капитализации около 700 миллионов долларов его цена будет достигать 1 цента. Это всего лишь 1 ноль после запятой. Сейчас же, как ты видишь, она стоит очень мало. Это 4 нуля после запятой. Рост будет значительный в тысячу раз. Будет ли Terra Luna стоить 1 доллар? Навряд ли. Для этого ей нужно предложение около 700 миллионов токенов. Но механизм сжигания предполагает статичное предложение в 10 миллиардов токенов. Так что цена Terra Luna Classic при этом будет болтаться от 1 до 10 центов. Но это все равно рост в тысячи раз. Я должен сказать, что пока я записывал это видео, голосование уже преодолело необходимую отметку. Сообщество Луны невероятное. Теперь дело за командой Terra. Но нужно отметить, что это, пожалуй, единственный шанс спасти классическую Terra Luna. И это просто необходимо сделать. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok